Адаптация концепции национальной безопасности под реалии сегодняшнего дня вполне логичный и очень своевременный шаг. Вы видите, что в современную международную повестку вернулись элементы холодной войны, гонка вооружений, ядерный шантаж со стороны лидеров отдельных западных государств. Очевиден рост угроз агрессивного национализма и экстремизма в различных формах их проявления. Поднимает голову идеология неофашизма. Не снижаются риски распространения наркотиков, торговли людьми, нелегальной миграции, которая также используется для достижения политических целей. Тенденция к глобальной культурной унификации, в том числе под нетрадиционное явление, ставит под угрозу основу основ национального государства наши моральные принципы, исконные ценности, историческую память. Это происходит на фоне истощения экосистемы, нехватки ресурсов, глобального изменения климата, роста нагрузки на окружающую среду, демографического кризиса, опасности новой волны разного рода пандемии. Все эти угрозы возникли не вчера. Геополитический интерес к Беларуси со стороны западного гегемона – история не одного столетия. Но технологии и методы ведения гибридных войн постоянно совершенствуются. А мы должны смотреть еще дальше и работать на опережение. Поэтому на 6-м Всебелорусском народном собрании мной было дано поручение модернизировать концепцию национальной безопасности. Как докладывает госсекретариат, проект данного документа готов. Нам предстоит оценить, насколько он соответствует обстановке, которая складывается в мире и вокруг нашей страны. Соизмерима ли предлагаемая система обеспечения национальной безопасности с новыми рисками, вызовами и угрозами? В связи с этим хотел бы услышать от присутствующих членов Совета безопасности ответы на главный вопрос. Первое. Какие новые угрозы национальной безопасности и их источники обозначены в данном проекте концепции? Какие новые положения включены? Главное. Обеспечена ли преемственность основных принципов в политике государства в сфере национальной безопасности? Не ломаем ли мы, а совершенствуем это, мое вы знаете, фундаментальное требование к любым преобразованиям? Второе. В феврале прошлого года провели референдум и большинством голосов приняли новую Конституцию. Включили целый перечень важнейших для нашего общества положений. Каким образом они отражены в концепции и какое развитие при этом получили? Третье. За прошедший период у Беларуси как независимого, суверенного государства возникли новые национальные интересы. Они также требуют концептуального закрепления системы обеспечения национальной безопасности. Насколько полные и объективные эти интересы отражены в концепции? Предусмотрены ли дополнительные меры по их защите? Четвертое. В отличие от ряда стран, в том числе постсоветского пространства, где подобные документы носят закрытый характер, мы договорились, что ничего прятать не будем. Это мое принципиальное требование, вы также знаете. Мы прямо и открыто должны заявить о приоритетах, показать мировому сообществу транспарентность нашей политики, надежность Беларуси как ответственного партнера. Но наши партнеры при этом должны знать, что белорусское миролюбие не синоним жертвенности. Еще раз повторяю, белорусское миролюбие не синоним жертвенности. В случае любой агрессии, как я уже не раз говорил, ответ будет быстрым, жестким и адекватным. Отражают ли новое положение концепции эту мировоззренческую позицию белорусов, давно исчерпавших лимит войн и революций? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова